Добрый день, девчонки! Сегодня буду делать маникюр лаком L'Oreal. Это глубокий зеленый цвет с мерцанием. В качестве базы я буду использовать умную эмаль и бриллиантовая основа. Он укрепляет ногти и позволяет лаку дольше держаться. Лак L'Oreal фирмы Colorish, темно-зеленого глубокого цвета с мелкими зелеными блесточками. Также я буду использовать в сушку верхнее покрытие от фирмы C&D Vinylux. Замечательно сушит лак и при этом придает великолепный глянец. И также, чтобы устранить мелкие мои погрешности, я буду использовать вот такой карандаш от фирмы L'Etoile. Конечно же понадобится масло для ногтей и масло для кутикулы. У меня фирма OPI. На самом деле, девочки, хотела я себе выделить средний пальчик с помощью вот этого набора от Faberlic. Сет для ногтей. Ну, дальше вы увидите, как я себе испортила маникюр. Собственно, начала я себе наносить вот это покрытие, которое используется как база и как топ. Вот, сейчас вам показываю, как я его буду наносить на средний пальчик. В принципе, само покрытие довольно-таки неплохое. Придает и глянец. И на нем, по сути, должен хорошо держаться лак. Для начала наносим покрытие, а потом сразу же, пока оно не высохло, вот так засовываем ноготок в блесточки, так, чтобы они покрыли всю ногтевую пластину сверху. Лишнее, естественно, стряхиваем. И по инструкции нужно, не дожидаясь высыхания, слегка придавить вот эти блесточки, вот как я сейчас кисточкой придавливаю их, для того, чтобы они ровно легли по ногтю. Ну и сверху, когда я убрала все лишнее, покрыла этим же лаком сверху, ну и в итоге ничего мне не получилось. И я, собственно, решила покрыть умной амалью, которую сначала видео показывало, все ноготочки и не украшать свой ноготь ничем золотым, потому что смотрелось это на самом деле очень некрасиво. Этой умной амалью я наношу, на все ногти покрываю. И вот здесь вы видите, да, то, что я не успела еще смыть, я стала наносить цветное покрытие, цветной лак от L'Oreal. Кстати, по поводу умной амали, если она немножко не до конца просохла, то наносится первый слой этого лака будет с разводами, как сейчас у меня. Но второй слой, в принципе, это устраняет. На безымянном пальчике у меня успела высохнуть эта база, и поэтому нанеслось все гораздо ровнее. И сверху беру сушку Сиэнди, она немножечко у меня загустела, хотя я ей пользовалась всего лишь раза 3 или 4. Но она замечательно все-таки ложится на ноготь, придает шикарный блеск, сравнимый с блеском от гель-лаков. И при этом достаточно быстро просушивает любой лак. Наношу на все ноготочки, и они приобретают вот такой вот красивый глянец. Так вот выглядят ноготки. Ну и теперь у меня все-таки есть некоторые несовершенства, где-то у меня лак затек, поэтому я его с помощью этого карандаша устраняю все мои погрешности. И также наношу маслице на кутикулу. И потом просто делаю легкий массажик, для того, чтобы масло впиталось. Вот что в итоге у нас получилось. Это глубокий зеленый цвет, очень шикарно, дорого смотрится. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал. Спасибо и пока! Всем привет! В этом видео ты узнаешь, что можно купить на 18 долларов на сайте cndirect.com Дешевые лад-лампы, какая из них лучше? Также разберем этот вопрос. В конце видео вы увидите маникюр. На сайте cndirect мне предложили на 18 долларов выбрать что-нибудь себе. Я выбрала продукты, необходимые для ногтей. Вот такую лад-лампу. К ней шло зарядное устройство. Оно, кстати, достаточно громоздкое.